Луганск Исторический молодой город, 200 лет с небольшим. Его история началась в 1795 году с подписания указа императрицы Екатерины II об основании литейного завода при реке Лугани для обеспечения Черноморского флота артиллерийскими орудиями и снарядами. Вокруг заводской проходной началась застройка улицы, где проживали английские рабочие литейного завода. Кстати, в этом доме жил Владимир Даль. Заводской поселок быстро разрастался. И в 1882 году указом Александра III был возведен в степень уездного города под именем Луганск. В царство Николая II город хорошеет и преображается. Городские мостовые с твердым покрытием, огни электрических фонарей, телефонная и телеграфная связь, стальные нити железных дорог, связывающие Луганск со многими уголками Российской империи, автомобильный транспорт, разработка проекта первой трамвайной линии. Государь утверждает герб Луганска – доменная печь на золотом щите, за которым крестообразно положенные кирки, соединенные Александровской лентой. При Николае Александровиче город переживает настоящий демографический бум. По темпам прироста населения Луганск после Баку и Екатеринослава занимает третье место в Российской империи. Подавляющее большинство луганчан исповедуют православие. В городе строятся храмы и часовни. Колокольный благовест будет жителей Луганска к заутренней. На праскомедии вынимается особая частица за императора. Самвонов всех церквей раздаются возгласы. О благочестивейшем, самодержавнейшем, великом государе нашим Николай Александрович и всея Руси. Так будет продолжаться до 1917 года. Мы сейчас находимся у часовни местночтимого старца дьякона Филиппа Луганского. В 1905 году, накануне Первой Русской революции, он удостоился узреть явление Божьей Матери в трех ликах в возрасте 40, 60 и 18 лет. Царица Небесная прошла крестообразно над Луганском и предрекла дальнейшую судьбу города, сказав, что к концу мира он наречется Святоградом и будет находиться под ее покровом до самого судного дня. А это не мой свидетель пророчеств. Древо по молитвам дьякона Филиппа, обращенное в камень. По обетованию старца перед вторым пришествием камень этот расцветет. Первое явление Богородицы старцу Филиппу в багровом одеянии многие толкуют, как предвестие кровавой эпохи в истории Луганска и всей Российской империи, длившейся ровно 40 лет с 1905 по 1945 год. Мою родину растерзали, не бывало врагов подлей, Я тихонечко партизаню на ошметках родных полей, Не взрывая и не стреляя по безжалостному врагу. Защищаю свои поля я, как умею и как могу. Аллилуйя, огонь по гадам, Аллилуйя, сердца чисты, Где-то там на холме по гадам, Уже ставят для нас кресты. И когда я погибну лично, Твердь небесную пронизав, Мне повесят на грудь табличку, Что я русский был партизан. После Октябрьского переворота церковная жизнь в Луганске умирает. Не об этом ли 60-летнем периоде предрекала Богородица, Которая явилась старцу Филиппу в траурном одеянии. Центральный собор города в честь святителя Николая был взорван большевиками, А Петропавловский храм превратился в кинотеатр с красноречивым названием «Безбожник». Атеистическая пропаганда, утрата веры в народе привели к забвению своих корней. В когда-то православном Луганске Совет воинствующих безбожников Собрал 50 тысяч подписей за закрытие храмов. В городе не осталось ни одной действующей церкви, ни одного священнослужителя. Поменялось и его название. Вместо исторического «Луганск» он переименовался в Ворошиловград. Тысячелетие крещения Руси стало пусковым моментом, пробудившим Луганск от дурманного сна. Началось постепенное осознание своих чудовищных ошибок, возрождение церковной жизни. Но по-настоящему бессмысленность жизни без Бога луганчане прочувствовали лишь тогда, когда в двери постучалась беда в виде очередного Майдана с попыткой окончательно уничтожить нашу родовую память. Донбасс встал на защиту своей земли, своей истории, своей веры. И снова, как сто лет назад, пространство наполнилось колокольным звоном. На улицах города засияли лики наших благоверных русских царей. Пошли крестные ходы по луганской земле. Удивительно, но военные действия заставили луганчан духовно укрепиться. И с надеждой вспомнить явление старцу Филиппу Богородицы в виде юной, 18-летней девы в белоснежном уборе, как символ светлой, возрождающейся Руси. Мы находимся в городе Луганске, в храме, освященном в честь царственных мучеников царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжон Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии, где ежедневно священнослужителями совершается божественная литургия. Территория онкологического диспансера основалась монашеская обитель. В честь святой царственной срастотерпицы Великой княжны Ольги. Здесь молятся, трудятся, ухаживают за больными, сестры, вдохновленные делами милосердия царских детей. Настоящий праздник русского духа состоялся в Луганске в честь 400-летия Дома Романовых. Главный зал Луганского Дома культуры не видел ничего подобного уже лет сто. В 2017 году православные активисты Луганска добились снятия с проката провокационного фильма «Матильда», порочащего святое имя государя и оскорбляющего чувства верующих. Сегодня Луганск остро чувствует свою причастность к русскому миру, осознает себя неотъемлемой частью великой российской державы. И чает всенародного покаяния перед царскими мучениками с надеждой на воскрешение Святой Руси. Мою родину растерзали, не бывало врагов подлей. Я тихонечко партизаню на шметках родных полей. И на братской нашей обедне мы врагу нанесем урон. В этой церкви простой и бедный тайный наш партизанский схрон. Аллилуйя, огонь по гадам, Аллилуйя, сердца чистый, Где-то там на холме по гадам Уже ставят для нас кресты. И когда я погибну лично, Твердь небесную пронизам, Мне повесят на грудь табличку, Что я русский был партизан. Субтитры создавал DimaTorzok